Привет, меня зовут Наташа, и я в 50 километрах от Мурманска на берегу озера Канинтьявр. И здесь ваши вот эти вот заниженные тачки совершенно ни к чему, потому что самый востребованный транспорт здесь вот такой. Вот за ночь буквально насыпала по щиколотку снегу, и это считается еще не очень много. Вот такие ребята здесь обитают, классные и веселые. Вот нашел чью-то кепку и радуется, всем вот так, нужно было мало для счастья. Ну а нам для счастья нужен объект нашего ролика. Это Аврора Виллаж, необычные дома. Вы знаете, я люблю всякие необычные строения, и сегодня я о них вам расскажу. Но объектом счастья для нас является фон Аврора Виллаж, а именно северное сияние. Именно здесь и по этой причине здесь стоят эти необычные домики. В таком месте размещения, именно под северным сиянием, возникла идея. 50 километров это оптимальное место, чтобы свет города не заглушал свет северного сияния. В своих обзорах на необычные дома я никогда не стесняюсь называть место и название домов, на которые я делаю обзор. И не потому что это реклама, а потому что для меня и как по мне это действительно интересно, когда в России появляется что-то необычное и действительно классное. И вот эту задумку я считаю поистине прикольной. Так что встречайте 28-метровый иглу! Основная особенность этого домика, который меня привлекла, это, во-первых, его форма. Круглые дома я знала, что существуют, но воочию никогда их не видела и никогда в них не жила. Именно по форме смотрели то, что туристам интересно. Видели то, что в Финляндии есть такой проект, как с Клаутен у Юси. Там достаточно много домов. А у вас каркас весь состоит из вот таких треугольников, правильно? Он полностью целиком такой? Да, да. Основа треугольников, треугольная конструкция. Когда треугольник на треугольник кладется, он шарик. Если на шарик, как на яйцо надавить, он абсолютно твердый. Безусловно, рассчитана и ветрозащита. Он обдувается хорошо и самоочищается окна от ветра. Безусловно, немножко приходится, как на автомобиле. С виду ощущение такое, что там не очень удобно жить, потому что, вероятно, крыша давит, мебель некуда расставить. С другой стороны, мне очень понравилось, что конкретно в этих домах очень большая площадь остекления. Тоже интересно, не будем ли мы мерзнуть ночью в таком доме. Как это все ощущается, как это все строится. Об этом я уже на самом деле все узнала, потому что провела здесь ночь. Поэтому сейчас вам обо всем расскажу. Входим, включаем свет. Кстати, выключатели и включатели здесь сенсорные. И сразу хочу обратить ваше внимание, что на двери у нас есть форточка, которую можно открыть и проветрить помещение, потому что помещение небольшое. И вот эта площадь остекления, которую вы видели снаружи, здесь, конечно же, нет в этом остеклении ничего, что можно было бы открыть и запустить свежий воздух. Но зато здесь прям при входе, как я люблю теплые полы. Пожалуйста, делайте везде, во всех даже самых маленьких домиках теплые полы. Это очень круто. Это, во-первых, нагревает помещение. Во-вторых, приятно просто вот так ходить в носочках. Утепляем по определенной технологии, чтобы была и вентиляция, и дышалось, и жилось. У нас были и минус 35, и минус 37, и до минус 40. То есть до минус 40 морозы выдержат, и там будет тепло и комфортно. Первое, на что обращаешь внимание, это, конечно, зеркало в полный рост. Я как девушка не могу это не заметить, потому что нужно же на себя полюбоваться. И я это к тому еще веду, что, несмотря на то, что у нас домик небольшой, при этом можно легко стоять в полный рост. У нас здесь два этажа, и до второго этажа я вот метр семьдесят кончиками пальцев дотягиваюсь. Проходим прямо, и здесь у нас сразу же открывается шикарная панорама. Можно ее так назвать, потому что, несмотря на то, что, конечно же, стекла делятся вот такими замечательными деревянными рейками, все равно создается ощущение очень воздушное, прикольное. И мне еще нравится, как они обыграли все это гирляндами. Гирлянда подключается к розеткам. И большой плюс заключается в том, что здесь они реально на каждом шагу по периметру всего дома. А это очень круто, потому что для таких любителей гаджетов, как мы, у которых их миллион, обязательно нужно много розеток, чтобы их заряжать. Хочу обратить сразу ваше внимание, что здесь также внизу есть форточка. Вот она. Если какая-нибудь Хася к вам забежит утром, можно ее угостить колбаской. Большую площадь этого 28-метрового домика занимает вот эта замечательная кровать. Точнее, их две, но их соединили, и соединили не просто так. Кстати, у китайцев есть поверье, что если зачать ребенка под северным сиянием, то обязательно родится мальчик. Ну, мальчики у них в почете. Но даже если родится девочка, она обязательно будет либо гением, ну, либо, по крайней мере, счастливой. Поэтому для кровати здесь место не пожалели. Что интересно, до пандемии действительно было паломничество из Китая. Сюда очень много туристов приезжало. Сейчас, к сожалению, уже не так много. Но и в России есть гениальные девочки. Не переживайте, мы здесь. Если вы хотите сделать гениальных людей, но при этом хотите сэкономить, на втором этаже тоже есть кровати. Ну, очень удобно, когда в таком маленьком домике, на самом деле, может разместиться много людей. Это здорово. Причем со второго этажа открывается не менее эффектный вид. Ну, и, конечно же, для всех прелюбодеяний здесь предусмотрены занавески. Для того, чтобы вас снаружи домика видно не было. Я сначала думаю, зачем в Мурманске, где полярная ночь, занавески. А потом, как поняла... В общем, здесь все рассчитано. Хочу обратить ваше внимание, что, несмотря на небольшую площадь домика, повторюсь, 28 метров здесь выделили место для полноценного обеденного стола. То есть, формула счастья. Закупаешься вкуснейшими морепродуктами и кушаешь дружной компанией. Можно еще в настолочки поиграть. Обожаю настолочки. В общем, мне этот стол угодил. И он, кстати, места в домике много не занимает. Он реальный отель, потому что обогрев у нас идет от деревянных пилетов. Это пилетные гранулы от отходов деревянного производства. Единственное, у нас нет пока подведенного электричества. Приходится работать на дизель-генераторе. Но этот дизель-генератор, он меньше мощности потребляет, чем любая автомобиль, на котором мы ездим. Для кухни даже маленькой здесь места не нашлось. Однако есть холодильник. Для нашего доширака он подойдет идеально. Кстати, мы еще купили чипсы с крабом, так как мы все-таки в Мурманске. Поэтому будем пробовать. Вообще здесь на территории есть кафе, но кухни там также нет полноценной. Блюда нужно заранее заказывать. Ну и чтобы, соответственно, все это сохранилось в пригодном состоянии. Если вы еще с собой какое-то мясо привезли, вот, пожалуйста, холодильник есть. Давайте быстро поднимемся на второй этаж. Я вам покажу, сколько там места. Просто я всегда удивляюсь, как люди распределяют в таких маленьких домах столько пространства. Ну, здесь реально. Да, я в полный рост не встану. Буду так немножечко гуськом идти. Но все равно это достаточно просторно. Нет ощущения, что если ты вот на кровать ляжешь, Потом утром, когда нужно будет встать, ты ударишься головой в потолок. Совершенно нет. Здорово. Мне нравится вот такая купольная, кстати, система постройки дома. Выглядит интересно и ощущается классно. И за счет вот этой панорамы действительно воздуха много. Ванны здесь с туалетом тоже присутствуют. И это тоже добавляет плюс 10 комфорту. И раковина, и душевая кабина, и унитаз, на котором сейчас восседает Алексей. Все здесь присутствует. Есть зеркальце, чтобы можно было с утра собраться, посмотреть. Все принадлежности для умываний, полотенчики, все в наличии. И здесь, для меня на самом деле это до сих пор удивительно, Вот сколько я гуляю по этому дому. Здесь очень много места. Здесь бойлер огромный висит. На самом деле здесь есть все. Но откуда здесь столько места, с учетом того, что 28 квадратов? Ну, действительно, вот эта купольная система, возможно, играет роль. Второй свет есть. Я приятно удивлена. Сколько ночи стоит в отеле? В зимний период от 12 до 20 тысяч. Есть периоды высоких дат, где у нас стоит от 16 до 24. Сейчас у нас небо сложнейшее, но может вот раступиться, и мы получим. На самом деле, над облаками сияет. И сейчас, по прогнозу, и солнечный ветер достаточно активный. Лучше двигаться, лучше искать, как говорится, дыру в небе, то есть, ваше окно в небе. И это больше вероятность, чем сидеть на месте. Но в данной локации, по Мурманской области, все, что больше, чем 30 километров, достаточно большая вероятность увидеть серное сияние. Здесь вы в позиции. Максимально выключаем свет, чтобы даже слабое сияние не мешать туристам наблюдать за этим. Иногда бывает, я забираю на серное сияние у нас туристов в 8-9. Мы охотимся, ничего не видим. Возвращают в часу, в 2 часа ночь. Выходим, и здесь отличные фотографии. Зачем мы, говорит, ездили? Ну что, ребята? Ну, согласитесь, это было нечто. Вы понимаете, это невероятно. Это настоящее чудо. Это самое красивое световое шоу, которое только можно наблюдать. Мы выезжали за северным сиянием, охотились. И не зря говорят очень часто вот это словосочетание охота за северным сиянием. Потому что когда ты его поймал, это невероятное ощущение. Это очень круто. Я, наверное, каждому пожелаю такое испытать в своей жизни. Но тут такой момент, что действительно с полярным сиянием никогда не угадаешь. Прогнозы могут быть одни, а по факту на небе ничего не будет. То же самое. Может быть отличный прогноз, но при этом погода будет теплая, будут облака, снег, ну и, соответственно, также шансов ноль. Поэтому от себя могу рекомендовать следующее. Что если вы собираетесь именно за северным сиянием приехать, то приезжайте, ну, где-то дней на 5. Это будет оптимально, потому что таким образом у вас шансы хотя бы повышаются. Потому что нам исключительно повезло приехать на 2 дня и застать такую красоту. Тем более, что вам нужны только ночи. А дни можно провести очень круто. Например, на экскурсиях мы вот ездили в Териберку. Узнали очень много нового. Покатались на санях. Тоже были незабываемые приключения и впечатления. Поэтому, конечно же, Мурманск это мой личный лайк. Я, как всегда, не призываю вас жить в таких домах или строить их для себя. Но я лично получила удовольствие от того, что я увидела. Мне понравилось. Я рада, что в России появляется все больше необычных классных решений. И показываю это вам. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Всем пока!